приветствую вас волшебный каждый пятницу 20000 вы можете посмотреть трансляции либо в записи сегодня кстати будет запись обзор основных вещественных рынков таких как snp биткоин битиси которые на цене торгуются евро золото snp рубль и непосредственно нефть это группа фейсбуке вы можете добавиться на доступно всем участникам вы можете черкнуть там полезной информации мы делимся интересными исследованиями разработками новыми обновлениями в платформе анонсами мероприятий разных вебинаров полезных для трейдеров но в общем если вы трейдер или хотите бы трейдером добро пожаловать по традиции мы начинаем с экономического календаря и у нас события на следующей неделе значит по понедельнику это будет 1 марта всех поздравляю с скорейшим наступлением весны значит индекс зиловой активности производственной секторе китая планируется что он будет на том же уровне по крайней мере так прогнозируют аналитики вот это прогноз будет лучше отлично будет позитив значит индекс зилой активности производственных секторе германии такой же будет британия и сша в общем понедельник у нас производственная активность вторник процентная ставка австралии значит планируется на том же уровне но одна десятая потом германия считается по количеству безработных планируется что их будет намного меньше где-то в раза три посмотрим насколько они оперативно устроили создали в рабочие места порядком 35000 немцев или же эмигрантам среду ввп за четвертый квартал опять же австралии планируется что он один процент будет меньше чем предыдущий показатель это будет по-честному вот потом несколько отчетов по британии а именно индекс зилой активности в сфере услуг потом композитный спима и годовой бюджет в общем будет какой-то озвучить озвучат его впервые увижу этот отчет по в британии но интересно надо было посмотреть потом у нас сша двумя отчетами число занятых несколько местным секторе и индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы сша вот этот индекс я почему-то первую вижу надо будет изучить кто что знает касаемо этого индекса менеджеров по снабжению непроизводственной сфере напишите в пожалуйста в комментариях в среднем в целом там в кратко о чем он запас сырой нефти а это будет тоже сша и у нас наступает четверг 4 марта в основном отчет будет важно число первичных заявок на получение пособий по безработице и пятница у нас целом уровень безработицы и изменение числа занятых вместе хозяйственном секторе сша в общем на следующей неделе из основных это просто ставка австралии и изменение количество безработных германия сша и потребительских цен и индекс зиловой активности производства сектора вот эти отчеты вас в основном будет среда четверг и во вторник 2 марта будет вот эти события важны на следующей неделе и также хочу подчеркнуть что завершению идет мартовский контракт непосредственно следующей неделе у нас получается уже к закату экспирация на и сын и начнут переходить уже с 12 на 15 я думаю будут объемы основные на новом контракте то есть вот закрывать позиции начнут в эти две недели соответственно какие-то тактические важные стратегически важные сделки рекомендую пока приберечь для нового контракта вот объемы уже начнут появляться с 8 числа я думаю вот здесь уже почти перетекать объем начнет на новый контракт там будут фиксироваться поэтому вот эти события на снг которые сейчас вы видите мы сейчас специально рассмотрим по традиции мы начнем с сель и так я уже отметил уровня обратить внимание что новый контракт у нас получается апрельский уже в полной мере добрались до 64 но здесь немножко как видите ликвидность чем выше тем ниже соответственно есть какие-то сомнения к дальнейшему росту видимо участников рынка обороты идут по 395 420 тонн ну среднем около 390 сегодня правда еще не полностью завершён торговый день но уже 256 к есть значит по открытому интересу был прирост позиций на 24 число здесь небольшой приток и непосредственно понедельник но в понедельник само собой мы это увидели в отличном движении до 63 отметки потом идут немножко фиксации которые были в четверг вот 25 числа их хорошенько видно по открытому интересу соответственно дельта там соответствующие как вы видите 5 700 вот все все покупки которые были в начале контракта вот здесь явно был фикс но пятница как видите то есть естественно были открытые шорты вот эти уровни я отметил его сопротивление 62 65 62 95 63 2 вот в этих диапазонах могут пятницу остановить и если понедельник у них не получится достать откуда-то уверенность у байеров соответственно могут пока выше 63 с половиной так и не пойти коррекция вполне допустимо до 61 25 тут как раз вида был упи плюс еще поддержка с понедельника вторника и частично вот даже есть отметка пятница 62 05 коридор 6 от 1 и 7 и 6 от 1 25 6 от 1 15 неплохие уровни потом еще достаточно важный последний блокпост на поддержку это 59 90 60 45 это был обзор 7 ядро текущего контракта в районе 61 по 61 75 вот нас и немаловажный уровень также 63 и 15 тут очень неплохой объем то есть аккумуляция ликвидности и тут достаточно плотный уровень сопротивления пробить и этого уровня откроет дорогу на 64 и выше но пока мы его видим что не пробили дельта 0 соответственно вот этот рот который был сейчас уже ведут на снижение ну посмотрим как конец 62 будут себя вести я бы пока не спешил и подождал бы у 61 и 25 и если все-таки будут атаковать на прощание уровень 63 с копейками то там посмотрел бы насколько агрессивно будет повторно работать продавцы опять же подчеркну что для газа нефти для нефтяной вообще целом индустрии в завершении зимнего холодного периода не самое благоприятное условие для огромного спроса на эту на это сырье вот соответственно 64 в принципе может быть немного перекупленная цена то есть немножко завышены дальше двигаемся у нас евро по евро как вы видите идет достаточно такой интересный момент начнем с открытого интереса пик по открытому интересу был вчера сегодня немного совсем немного зафиксировали причем волатильность крайне высокая вроде бы конец контракта должны фиксироваться но и по ликвидности вчера было 339 тысяч контрактов оборот сегодня 216 среду 210 то есть выше 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 среднего значения в разы вот по поддержкам не отметил вот два уровня 21 с копейками и еще вот 2113 в целом пока уже ценник ушел ниже 213 нас поэтому его можно пока не учитывать ядро контракта на данный момент уже сформировали 2120 по 21 65 в общем они как раз после этого контракта на половину времени проводят не могут определиться с тенденцией пока вот бы были задатки через неделю этого этого начала февраля потом все таки сбросили половину покупателей повторно был уход на бай и собственно давайте посмотрим подойти какие у нас сейчас фигурируют агрессоры как раз вот часть дней было на покупку вот 24 5 300 дельта и сегодня еще не за к не закончилась торговая сессия но уже есть 6000 контрактов на покупку с учетом того что цена падает достаточно странно то что в четверг были шерстые само собой то есть есть вполне предпосылка что их все-таки потихоньку зафиксировали к открытому интересу мы видим с вами немного фиксация совсем то есть но ценник сейчас 2101 соответственно если не пустят ниже 20 20 80 20 90 есть шансы что все-таки они вот равно удаленный канал потихонечку начнут выстраивать удерживать то есть и соответственно вот вот этот весь процесс как раз понедельник уже я думаю расставить все точки над и и соответственно остается дальнейший скачок до трех двоек там 1221 222 но очень похоже что вот этот весь маневр на шорт был как раз прощальным то есть протестили буквально соседний уровень но вот ближайший уровень сопротивления как раз они на нем и завершили свой такой маневр обратить внимание сколько там наставили шортов но все равно исключать возможность того что все-таки 121 будут удерживать и могут даже в принципе до конца контракта оставить в этом коридоре а вот так как дельта на бай присутствуют и тут нужно очень осторожно работать и покупками да и в целом с продажами то есть если продажа то я думаю лучше было бы как раз в диапазоне ядра недели а здесь находится вот здесь получается непосредственно там искать какие-то уровни на сопротивление как увидите неделя в целом без байеров не обошлась они были и тут как бы вопрос только с каким уровнем будут они повторно проявлять свою активность заметьте что диапазон поддержки которые выделил он фактически фигурирует практически в каждой торговой неделе если вы посмотрите кроме прошлой этот чуть чуть выше были байеры то есть на этой неделе они этот уровень все таки нет и не не трогали буквально вот три дня из пяти ну два точно вот я вижу и не прошли не пустили если сейчас пробьют его соответственно последний блокпост на уровне 20 35 20 50 двигаемся дальше золото наконец-то они куда-то начали двигаться и это уже тех кто торгует золотом не может не радовать и так ликвидность была неплохая вчера 320 тонн как раз они рванули к хвоям которые вот обновили на прошлой неделе 1760 и непосредственно по контракту как вы видите тут склейка контрактов и открытый интерес у нас идет пока на снижение не особо как бы прирост заметен давайте посмотрим дельта какая на золоте из пяти торговых сессий 3 на шорт причем были уже предпосылки к началу шортов 23 числа до этого было 18 они как раз этот коридор весь уже прошли вот здесь и вот здесь были приличные дельты на шорт и непосредственно две последние сессии которые сейчас идут на расширение они идут на дельте на продажу давайте посмотрим какой процентный перевес чуть не достает до одного процента зато 23 числа почти два процента был дисбаланс то есть уровень сопротивления вот этой сессии я отметил на сопротивление поддержку всю которую могли удержать пробили соответственно здесь уже грубо говоря в открытом космосе уровне и поддержки пока только оперативные которые появляются внутри пятницы вот здесь относительно ник там где не за зави завершат свои снижения но я бы не спешил сейчас покупками потому что ну во первых есть есть конечно шанс что золото начнет разворачиваться ближайшее время если если ценник на нет так и останется около 64 это в принципе влияет тоже на цену золото но как мы видим с вами пока пока растет биткоин интерес к золоту немножко на снижение идет среди взвешенная 1800 на самом деле вот беда блупе находится на 1806 то есть достаточно сильно отклонились уже и хотя бы коррекционный момент можно будет на покупку попробовать взять но по сопротивлению я бы вот 1770 1760 присматривался возможную защиту со стороны продавцов крайнем случае уже 18 до 0 это было золото так евро было и дальше у нас идет рубль те кто торгует рублем попрошу обратить внимание что начали открывать позиции особенно 24 25 числа 25 числа вчера был достаточно пик по открытым позициям буквально вот рекорд был самой высшая точка по открытым позициям в 28 0 1 27 января 25 числа то есть из за последние три четыре недели это вот самый пик и заметьте что произошло давайте посмотрим по объему объем тоже здесь неплохой здесь выше 4 миллионов три сессии из 4 я напомню что был выходной у нас 23 февраля с прошедшим праздником товарищи ядро 73 900 по 74 450 и она в принципе в основном на покупках обратите внимание то есть было снижение зафиксировали естественно не пускают тактически видимо центрбанк удерживают приказ не отпустить ниже 74 73 с половиной вот но соответственно раз не пускайте ниже мы тогда прикупим возможно такие были действия со стороны спеку спекулянтов валютных и ценник сейчас в районе пятницы около 75 торгуются не падает сильно соответственно то есть дает протестили максимум недели вот и здесь даже были покупатели 75 30 обратить внимание что те четыре сессии которые мы наблюдаем на этой неделе из них 4 3 на покупку весь бай который делали на прошлой неделе вот можно видеть здесь целый пласты и байеров и поза прошлой неделе тоже байер были на этом уровне всех очень аккуратно сбросили вот 24 числа заметьте здесь это есть соответствует вот и тут же сразу на следующий день это все дело вы купили сразу только сняли стопори сразу вы выкупили полностью 73 750 по 74 150 и сейчас практически в максимуму недели болтался болтаются так немножко зафиксировали перед выходными это в порядке вещей поэтому пятница так сильно не расширенного коридор все точки над и мы сейчас корректируем вместе с томиком и так значит идет хороший оборот то есть вот здесь мы видим таких участков там для неделя была на приличных объемах вот одна из трех или двух недель которые можно отметить выше четырех миллионов вот вы видите особенно последние три сессии 24 25 26 значит по оборотам отметили и по дельте на бай наверное 504 здесь 5 643 третье по рейтингу за последний вот квартал дельта на покупку вот дельта на бай было 643 потом целую неделю еще был рост 210 стартовая была . подпитку сделали где-то в четверг 8 0 1 там буквально один день остался соответственно в по сопротивлению у нас получается вот это агрессивная 5 февраля этот диапазон вот 75 и 274 и 7 вот если этот уровень все-таки пробьют на следующей неделе соответственно шортами пока нужно быть осторожным то же самое идет к завершению квартальные но фьючерсные контракты которые по кварталу торгуются и соответственно здесь могут какие-то тоже фиксы производить вот так тут это не обязательно но в целом беда булы пи как раз уже ниже текущего оценника если удержится котировка а выше 74 40 то можем потихонечку если они закрепятся здесь могут и выше 75 пойти там 76 там может даже 77 ну в общем уровень пока я вам сообщил с нпн то что вот сейчас актуально и в конце будет биткойн значит уже начинают фиксировать крупные участники достаточно волатильные два дня были на этой неделе и по открытым позициям сейчас я вам покажу три дня набирали вот сделки начинает с 25 72 и дошли до 26 56 совсем совсем чуть-чуть зафиксировали в пятницу вот 5 с пока корректируется относительно недельного снижения то есть с минимума протестили vwp как раз вот среди взвешенную все-таки не осмелились пробить вот и это стоит отметить по ликвидности наверное самая плотная ликвидная неделя вот буквально одна была еще тоже на сбросе стопорей у них это как видите раз раза два за квартал происходит соответственно и вот прошлых недель двух соответственно это два раза больше ликвидности субарны по открытому интересу вернее по открытому интересу я уже говорил что три дня можно сказать даже четыре из пяти отлично очень но на открытие позиции работают к совершению контракта как-то 10 и 16 февраля у нас топовые по дельте на short 2 торговые сессии я их специально сейчас в рамочку возьму чтобы ориентировались как работают вот в каком масштабе работают крупные участники в прошлой неделе четыре сессии из 5 на short и соответственно вот этот весь ну вот эти продажи которые были на прошлой неделе так как вы видите и не пробили то есть вот они с этих уровней по сути и ушли самый плотный это коридор можно сказать 39 20 по 30 39 до 0 это вот сопротивление счета недели они вот так и не пробили тестили но два дня и вот сразу обрыв ушел ушли в short значит давайте сейчас мы расставим еще это вот по дельте такая достаточно достаточно зона ядро недели 38 62 по 38 89 плотные в уровне сопротивления это у нас идет вот коридор 38 59 по 38 874 это вот диапазон далее у нас получается как вы видите поддержки на лоях недели не так много абсолютно даже трудно взять какой-то плотный коридор практически внув очень мало то есть вот вот там точечные прострелы байеров по большей степени явно очень похоже на фиксации просто 38 12 38 20 это вот последний блокпост еще что где-то три недели назад была поддержка и собственно суммарно здесь можно принципе попробовать пощупать но под конец контракта я бы этого не рекомендовал на что покупки явно уже фиксировать начали и попасть просто под горячую руку не рекомендую лучше отложите на начало контракта тактически важные сделки а спекуляция ну максимум корректировочка до ядра недели а там уже будет фиксировать свои покупки если у вас открыт шорт пока каких-то агрессивных или опасных сигналов на закрытие шанса нет можно дальше держать могут даже принципе просесть ниже 37 98 так что вот такие дела ребята под конец bitcoin битисе у нас идет очень лихо волатильно прям самое внимание уделяется данной криптовалюте и за вот мартовский контракт ядра у нас 46 половиной 46 600 вернулись к этому уровню и здесь я прошу заметить что последний оборот идут немного практически вот три с половиной и даже вот вчера было 7000 контрактов оборот значит рекорд был 64 23 числа начали такую ликвидность сбрасывать 22 числа вот здесь пошел шорт сбросили всех байеров которые были по открытому интересу позиции только на пике вот до четверга был пик явно чуть-чуть бросили вот шестьдесят девяносто шесть а здесь девяносто двадцать шесть шесть тысяч соответственно по дельте сброс был еще в 24 числа так в целом вот этот весь открыт интерес покупают обратите внимание что это падающая сессия вчера которая была и на хорошем объеме из хорошей с хорошим приростом позиции 0 дельта это означает вот это все падение явно от купили вот поэтому еще там есть шансы что они все-таки будут удерживать выше 48 и может такой быть когда балет что они все-таки начнут топить рост вот так как золото тоже пошло на снижение в общем вот такой обзор сжата кратко без воды без пауз надеюсь вам понравится такой формат всего на лучшего успехов прибыли и с наступающей весной которая со следующей неделе надеюсь будут радовать нас теплыми днями прибыли профитов тейков и всего в большом большекратном размере с вами был миша лимах до следующего обзора до свидания пока